История «Что, где, когда» в Сарове началась более девяти лет назад со студенческих игр. Тогда группу молодых людей собрала Ирина Низамова. Она и стала первым руководителем клуба, который сейчас объединяет более 20 человек. Один из самых ярких игроков Саровского ЧГК Никита Баринов. Он сыграл десятки турниров и играет «Что, где, когда» на Первом канале в составе команды знатоков «Росатома». Я в московской команде числюсь, но так как я живу в Сарове, я чаще все-таки играю здесь. И играю с этими людьми. И, собственно говоря, ничего я особо не делал. Я просто играл, я старался. И, в общем-то, достиг не очень больших, но каких-то успехов в спортивном «Что, где, когда». Ну и так повезло, что благодаря «Росатому» я оказался еще и в телевизоре. На Первом канале за столом «Что, где, когда» состязались в знаниях и ученики 15-го лицея Никита Бондарев и Кирилл Емелин. Ребята выступали в весеннем сезоне игр в составе команды «Школы Росатома». Юным знатокам удалось дать правильные ответы на самые сложные вопросы и одержать уверенную победу с крупным счетом. «Что, где, когда», как и в спорте, есть тренеры. Специальные люди готовят игроков к выступлению на чемпионатах. Один из таких – Владимир Прошкин. Мы с ними принимаем участие в школьных турнирах и иногда ездим на школьные фестивали в Москву, в Казань. Вот. На сегодняшний день у меня выпустилось уже две команды. То есть они закончили школу в этом году и в прошлом. С одного из них мы ездили на чемпионат России. В клубе всегда рады новым людям. И неважно, пришли вы в одиночку или собрались вместе с друзьями. Организаторы помогут вам открыть мир новых знаний. Всех, кто хочет постичь мастерство игры в «Что, где, когда», ждут каждый понедельник в 6 часов вечера в молодежном центре. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.